На пороге исторического события. Строительство АЭС обеспечит энергонезависимость Казахстана. Перспеки в развитии атомной энергетики в нашем государстве были рассмотрены на прошедшем сегодня заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова. В ходе совещания Кабинета Министров было единогласно поддержано предложение о проведении республиканского референдума о строительстве АЭС. Подробности в материале. На данный момент в Казахстане большая доля выработки электроэнергии, а именно 66%, приходится на угольные станции. При том, что сектор возобновляемых источников энергии демонстрирует рост, выработка электроэнергии здесь составляет пока всего 6%. И хотя уже заключены 22 инвестиционных соглашения по модернизации и расширению действующих электростанций, для удовлетворения будущего дефицита электроэнергии принимаемых мер недостаточно. И альтернативы АЭС нет, утверждают эксперты. При этом в государстве имеются все необходимые условия для развития атомной энергетики. Страна занимает первое место в мире по объему домываемого природного урана. Строительство АЭС укрепит энергетическую независимость Казахстана и принесет существенный мультипликативный эффект для экономики страны. «Обладая значительной сырьевой базой, мы будем независимы от колебаний цен на уран. Это позволит обеспечить стабильные и предсказуемые тарифы на электроэнергию. Именно атомная энергетика должна стать основой для развития энергоемкой экономики, которая позволит достичь более высокого уровня жизни населения. Как показывает мировой опыт, атомная энергетика стимулирует внедрение инноваций во многих отраслях экономики. И, конечно же, даст импульс развитию отечественной промышленности. Поэтому мы не можем оставаться в стороне от источников стабильного и надежного электроснабжения, альтернативы которых у нас нет». Строительство АЭС решит не только энергетические и экологические задачи, а также откроет новые возможности для развития научных исследований, образовательных программ. Совместные проекты с международными партнерами помогут вывести Казахстан на новый уровень не только как мирового лидера в добыче урана, но и в высокотехнологичных решениях в атомной отрасли. К ним можно отнести производство радиоизотопов для медицинского и нефтегазового сектора, полупродников и печатных плат. «Строительство АЭС позволит повысить уровень компетенции в производстве материалов, оборудования, несет значительный вклад в развитие фундаментальной прикладной науки, технологий, обеспечив приток инвестиций и налоговых поступлений в бюджет». По мнению экспертов, развитие атомной энергетики не только позволит решить проблемы электроснабжения стороны, но и является исторической возможностью сформировать базу высококвалифицированных специалистов, а также даст мощный импульс развитию отечественной науки. Стоит отметить, что по словам генерального инженера АО «Казахстанский АЭС» Тимура Жантикина, атомные электростанции являются одними из самых безопасных и надежных источников энергии в мире. Вопрос строительства АЭС в Казахстане рассматривается с 90-х годов. Сейчас в условиях энергодефицита и высокого износа действующих мощностей он стал еще более актуален. Здесь также следует отметить, что атомные электростанции относятся к наиболее безопасным и надежным источникам энергии в мире. Оптимальная технология, рекомендуемая к строительству АЭС в Казахстане, это водо-водяные реакторы поколения 3,3+, имеющие высокий уровень безопасности и улучшенные экономические показатели. Что касается воздействия на окружающую среду, атомная энергетика является наиболее экологически чистым источником энергии, даже по сравнению с ВИЭ. И во многих развитых странах атомная энергетика включена зеленую токсономию. Развитие атомной энергетики способствует снижению выбросов парниковых газов, что соответствует глобальным трендам экологической ответственности. По итогам совещания глава правительства поручил Министерству энергетики совместно с аппаратом правительства внести проект указа о проведении республиканского референдума о строительстве АЭС в администрацию президента. Надежда Белова, Жеслон Чингенжинов, телерадиокомпания ЖТСУ.